У здания на улице Александровской, кажется, появилось будущее. Недострой в Засвияжском районе будущий дворец единоборств. Его начали строить еще в 2012 году. Позже объект несколько раз менял хозяев. Теперь за здание решили взяться, заручившись федеральной поддержкой. Реконструировать будут по нацпроекту «Спорт. Норма жизни». Работы начнутся в апреле. Об этом губернатор Алексей Русских рассказал министру спорта России Олегу Матыцыну. Позже вместе со строителями и спортсменами обсудили концепцию будущего центра. Фитнес-зона будет на первом этаже. Сейчас сверху пройдем, посмотрим. На втором будет именно полностью под единоборством. Под всем. Мы накрываем все единоборства. Там будет и клетка, и ринк, и татами, и ковер, и все. И приоритетный вид спорта будет развиваться. 4500 здесь квадратных метров. А вот на территории школы Олимпийского резерва номер 6, что на улице Фруктовой, появится умная площадка. К новому учебному году построят небольшой стадион с футбольным полем, беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадками, уличными тренажерами. Это соглашение по выделению субсидий из областного бюджета, из федерального. Деньги уже определены. Это порядка 26 миллионов из них. 20 идет из федерального бюджета. 5 планируется из областного бюджета. И у нас идет 5-процентное софинансирование. Это из муниципального бюджета. Площадку построят по договоренностям с федеральным Минспортом. В регионе планируют построить три таких объекта. Продолжается стройка и на улице Шомова. Там возводят крытый футбольный манеж. Он будет двухуровневым с полноразмерным футбольным полем и трибунами на 500 мест. На текущую дату нам ведется монолитная работа по устройству трибун, кирпичная кладка стен и монолитная работа по устройству балок и колонн манежа. Спортивный объект будет предназначен для тренировок ульянских ребят и проведения соревнований. Глава региона поручил подрядчикам нарастить темпы работ, а Минстрою ежедневно отслеживать динамику строительства.